Всем привет, друзья! С вами я, Хелсинки Стар, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет такое небольшое, ну или большое разговорное видео, в котором я хочу рассказать вам о своем опыте, обучении в онлайн-курсе Наталины MUA. Я прошла ее, так называемый, Advanced Pro или более повышенный курс. Хочу сразу сказать, что я у меня довольно, ну, естественно, всегда надо совершенствовать. Я не хочу там как-то хвастаться, но и в макияже у меня довольно высокий уровень. Но, естественно, я считаю, что всегда надо учиться, надо совершенствоваться. Я не идеальна, я не пилуиз, как говорится. Я не, не знаю, не гуара, витисян. Я люблю всегда обучаться чему-то новому, совершенствоваться, практиковаться. И у меня даже язык уже заплетается. Так, я хочу вам рассказать о моем экспириенции с этим курсом. Ну и, в общем, я, естественно, не покупала начальный курс Наталины, потому что там я посмотрела по плану обучения, там что-то было, ну, совсем такое, как бы, для начинающих. Мне просто было бы скучно. И также курс по волосам я тоже не покупала, потому что, ну, как вы видите, у меня короткие волосы. Что с ними делать, ничего особенного. И я думаю, что мне это было бы как-то, ну, не очень удобно. А вот, если надо было купить, могла бы парик, например, вложить. Вот он стоит у меня вот так вот, шишом. И что я с ним буду делать? В общем, я решила взять курс ПРО, или как вы его еще называете, потому что мне стало жутко интересно. И цена реально была, я не точно помню цену, но помню, где-то было 1500 российских рублей. В общем-то, в евро мне где-то это вышло 18 евро. Ну, как бы 18 евро, это немного. 18 евро, это там, сходить в супермаркет что-то купить, или там по маме какой-нибудь, поэтому я решила взять инфопродукт. Я вообще не очень люблю какие-то блогерские курсы, но я доверяю Наталине, так как она блогер, визажист со стажем. Она очень классный преподаватель именно, и мне все, в принципе, нам приятно. Мне нравится ее макияж, они у нее довольно яркие, необычные. Мне нравится ее подача, мне нравится ее слушать. В общем, я взяла курс, и, ребята, я не пожалела совершенно. Там очень много теорий, которые интересно изложены. Есть колористика, разбор формы глаз, разбор формы лица. В общем, много чего есть. Я, наверное, процентов 90 всего этого знала. Были какие-то моменты, которые я, может быть, как-то, ну, не знаю, не обращала внимания или что-то. Было что-то новое, в основном я все знала. Но повторение макияжа, мне было очень интересно еще раз это прослушать. Мне было очень интересно как-то вспомнить, что я там когда-то, может, забыла, или что я не сильно использую. Мне очень понравилась колористика. Очень понравилась колористика. И очень понравился разбор формы глаз людей. Потому что, реально, если вы работающий визажист, то одно дело красить там себя, другое дело красить там, не знаю, девочку-азиатку 15 лет, и другое дело красить, я не знаю, взрослую женщину, там, европейку 55 лет. То есть, это все очень-очень-очень различно. И многие визажисты, например, они хорошо красят людей, а себя не так хорошо. Или многие блогеры там красят себя хорошо, не так хорошо красят людей. Я красила довольно много людей. Сейчас я уже давненько никого не крашу. И у меня как-то все нормально. Но давненько я не практиковалась на других людях. Из-за вот карантина, всего, что происходит в мире. У меня просто физически это невозможно. Ну, мне кажется, с такими контактами надо немного подождать. Я купила курс. Я думала, ну, ладно, если ничего особенного, ну, ничего особенного. Но, в принципе, я реально довольна. Даже притраться не к чему. Мне очень понравились макияжи. Они были яркие, они были классные. Было разнообразие макияжей. Был как рис. Из hello eye, там, смоки вытянутые. Все такое. Вот, кстати, люди говорили, что в курсе Наталина всегда показывала одну форму глаз. И только, по-моему, один раз она показала что-то округлое. Я бы сказала, что, ну, с одной стороны, да, возможно, можно было показать какие-то любые другие формы глаз. Но мне... Формы глаз. Формы макияжа и глаз. Ребята. Но мне кажется, что вот это... Мне тоже очень нравится, например, лично мне. Вытянутая форма. Поэтому мне это было, как бы, нормально. Что еще? На чем делался большой акцент на курсе, что, например, я не делаю. Это работа с подложками. И, ну, карандашной техники, там, по-моему, особо не было. Но все равно, как бы, работа с подложкой. А карандашная подложка или подложка какая-то с жидкой помадой, или какая-то кремовая тень, подложка с кремовых теней. Я всегда работаю на базе. Пилуиз. К сожалению, это не реклама. Я ее обожаю. Пилуиз. Пишите мне. Будем сотрудничать. И я бы сказала, что в британской технике, в американской технике, в латиноамериканской технике, то есть визажисты этих стран, их континентов, они в основном работают на клейких базах. Вот таких вот телесных. Ну, не обязательно Пилуиз. Есть другие базы. Пилуиз такая самая нашумевшая, самая знаменитая. И реально можно взять белую базу, взять светлую базу. Есть так, что там базы разных, под разных тонов кожи есть. Посветлее, потемнее есть. Вообще база для смуглых девочек и мальчиков. И они просто берут плоскую кисть или такую тяжело набитую кисть. Ребята, у меня сегодня при языке заплетается. Я сняла столько видео, извините, но мне так хочется поделиться. Я просто уже не могу оттягивать. В общем, они берут клейкую базу, липкую базу. Это я люблю, это же моя техника. И набивают тени от темного к светлому. Ну, даже иногда от светлого к темному. А в русскоязычной... У русскоязычных визажистов я бы сказала, что больше идет техника работы с подложкой. Что любит Наталина? Сама же, кстати, Наталина, по-моему, либо в курсе, либо в своих видео на ютубе говорила, что это не значит, что работать с подложкой или работать на клейкой базе что-то поражаешься. Правильно? Нет. Это просто две разные техники. Вы можете выбирать любую. Я выбираю работы на клейких базах. Я практически не пользуюсь подложкой. Ну, не знаю, может, под какой-нибудь шиммер, да, можно там положить что-то. Но в основном я не пользуюсь подложкой. У меня есть такая же, кстати, черная база для смоки от P.Louis. Также у P.Louis есть разноцветные базы, которые можно использовать как подложки. Но я использую только вот такую вот телесную базу. И да, у Наталины было там очень много видео с работы с подложками. Для меня я это не повторяла, потому что для меня это немного... Я просто, ну, как-то... Да, я делала... Я пробовала делать макияж из подложки, но для меня это чересчур много работы. То есть, в принципе, с такими пигментированными тенями, которые есть у нас сейчас на рынке, не обязательно нужны подложки, если есть клейкая база. Да, подложка здесь не дает яркость света, и цвета, и все такое. Но, ребята, пигментированный тень и P.Louis дает такую же яркость цвета. Я это проверяла. И вот эту вот работу с подложками я пропускала. Но это такая же техника, которую все обожают, все не работают. Там же карандашная подложка и все такое. Просто вы сами выбираете, как вам будет удобно. И чтобы работать с подложкой, надо нанести подложку. Потом там ее растушевать. А я просто наношу клейкую базу и все. Но только клейкой базой, обычной базой, как Urban Decay, Eyeshadow, Potion, Primer, такое не получится. В общем, я пересмотрела, естественно, все уроки. Я посмотрела всю теорию, всю практику. Я повторяла макияжи. Я не участвовала в таком... Ну, это был не марафон, а вот когда люди там повторяли макияжи в укладе. Нет, я в этом не сильно участвовала. Я просто делала для себя. Я тоже не участвовала в розыгрышах. Не знаю, мне кажется, я ничего не выиграла. В принципе, я даже, честно, не смотрела розыгрыши в инстаграм-аккаунте. Но мне кажется, я ничего не выиграла, потому что я никогда ничего не выигрываю в никаких розыгрышах. Но я бы сказала, что мне безумно понравился курс. Я нисколько не жалею, что я его купила. Если вы уровня от такого lower intermediate, чуть-чуть ниже среднего до, я не знаю, advanced, до высокого уровня в макияже, то этот курс, в принципе, вам замечательно подошел. Было бы мне интересно еще купить какой-нибудь курс от Наталины. Я думаю, да. Я не знаю, но посмотрим, что будет. Но я надеюсь, что это будет что-нибудь такое необычное, может быть, еще сложнее. Мне бы хотелось какой-нибудь, может, прям сложный-сложный курс. Я вообще люблю, кстати, онлайн-курсы. Я брала бразильский онлайн-курс. И Билуиз тоже брала. Ну, маленькие такие короткие, недорогие курсы. Не думайте, что если вы вот купили курс, все, вы начнете там резко научите красться, будете красться, не знаю, как Наталина, или как, я не знаю, как Джеффри Старр, как Мэнни Мьюэй. Это все надо практиковаться. И никогда не сдавайтесь, не думайте, типа, вот у меня не получается. Да, у меня не получается. У меня тоже, например, не получается вот так вот. Я сюда вставлю картиночку, у меня вот так вот не получается. Но я думаю, что в будущем у меня так будет получаться. И обязательно надо практиковаться, надо совершенствоваться. Это макияж, это skills. Это такое называемое ремесло. Это не выучиться там на доктора, знаете, или на адвоката. Это ремесло, которое вы можете просто отрабатывать, 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 отрабатывать. И просто наработайте руку, научитесь, и будете классно-классно краситься. И вообще я считаю, что онлайн-курсы, это классно, когда у них хорошая цена. Потому что все-таки онлайн-курс, да, это хорошо. Но если вы совсем начинашка, то никто вам там руку не поставит, никто вам там не покажет, как надо им натушевать. Поэтому надо уже, наверное, какой-то иметь что-то, что-то знать о макияже. И вообще мне нравится, что есть, ну, такой вот общедоступный курс, который не... Просто очень многие курсы, они прям очень легкие. И это мне, например, неинтересно. Поэтому я люблю, например, бразильские курсы, потому что они сложные. И они недорогие, потому что бразильская валюта, реаль, она очень дешевая, по сравнению с евро или к доллару, да, и, наверное, по сравнению к рублю тоже. И реально я брала какой-то курс бразильский. Очень классная визажиста. Ее зовут Присцила Элвис, по-моему. И она не супер-супер знаменитая, но она очень классная. Их там очень много. Чем знаменит, тем дороже. Ну, вообще, по реалии они там все классные. И курс из трех макияжей стоил, по-моему, 12 евро. 70 или 75 бразильских реалов. И так как я знаю португальский, я как бы посмотрела вообще супер. Единственное, что, по-моему, этот курс только на год сохраняет, то, что мне не очень нравится. Ну, можно, не знаю, как-нибудь сохранить. Я считаю, что Наталина очень правильно и классно сделала, что вообще как бы решила сделать вот тут повышение ступени. И реально, в принципе, мне все понравилось. Да, один, ну, очень похожий форм макияжа, но мне лично такие формы макияжа нравятся. И мне кажется, они большинству людей идут. Но, возможно, Наталина в следующем курсе возьмет это свой чек-лист и, например, покажет нам другие формы макияжей. Работа подложки, я уже сказала, что эту технику всегда использует Наталина. Я ее не использую, но я просто, например, там, вместо подложки вложила базу P-Louise и сверху набивала тени. В общем, мне безумно понравилась работа с пигментами, также работа с неонами. А под неоны я использую белую, например, базу P-Louise, прям белую-белую, такую же тоже как такую бесцветную подложку, так говорится. В общем, мне было интересно. А также там есть телеграм-группа для общения, я там особо не сижу. Затем был такой небольшой скандал, что Наталина хотела продать, то есть она сказала сначала, что курс только можно купить до вот такого числа, до, там, дня открытия, начала обучения, потом нельзя купить. А потом Наталина решила опять открыть курс в начале, по-моему, января на несколько дней и передать какой-то большой процент или большую сумму на благотворительность. И люди там в инстаграмах, в ютубах начали писать, ах ты, блин, такая денег захотела, курс решила продавать. И мне, если честно, вот было бы пофиг. Продает Наталина курс еще раз, еще что-то. Мне вообще было пофиг, я понимаю Наталину, что ничего в этом такого плохого нет. Знаете, бренды тоже говорят, вот у нас тополетка лимитская, а потом она еще на 4 года остается, ничего страшного. Я в этом ничего не вижу вообще плохого. Мне фиолетово. Купили ли вы курс вместе со мной, не купили ли вы, купите ли вы его в записи, мне вот реально пофиг. Пофиг, 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 совершенно пофиг, поэтому я не знаю, почему люди так как-то... Ну, это как бы мое мнение. Возможно, кому-то, да, не понравилось то, что она решила открыть курс, но в итоге Наталина курс не открыла. Я, если, например, я не купила курс, а я всегда такая... Я всегда думаю, блин, купить не купить, купить не купить. Я всегда как-то немного, ну, так, не доверяю, что ли. И в итоге я очень рада, что я купила, мне реально понравилось. Я не открыла для себя Америку на этом курсе, то есть не было такого, что, о боже, я никогда не знала, как наносить пигменты. Нет, ну, это была такая классная, такое, знаете, как марафон, не знаю, макияжная пробежка, потому чего я знаю. Были моменты, которые для меня были немного такие, о, а можно еще вот так вот сделать. И, ну, там, с теми же там неонами или пигментами. То есть я прям супер рада. Наталина молодец. Мне вообще безумно приятно Наталина. Я ее давно еще нашла, когда она снимала, там, по-моему, на фон, на сером камтофоне в 2017-м далеком году, который я, когда я еще сама особо там не красилась, но вот она мне так зацепила, и я до сих пор ее смотрю, практически, практически все видео, наверное, ну, практически, процентов 90 я точно смотрю. И я рада, что она выпустила такой курс, который подойдет по уровню, например, мне, да. Была бы я, например, уровнем чуть пониже, ну, например, я не знаю, как год-полтора назад, тогда для меня бы, наверное, этот курс был вообще-то, типа, ну, вот, куча новой информации, то есть реально очень-очень классный курс. Я также видела, что его взяли некоторые девочки, инстаблогеры, которые вообще красятся офигенно, и я когда видела, что они взяли, такие, ну да, значит, значит, класс, значит, надо брать. В общем, вот так вот, ребята, такое получилось сумбурное разговорное видео. Если кому интересно, пишите в комментариях, купили ли вы курс, поделитесь своим мнением, поделитесь своим мнением, не знаю, смотрите ли вы Наталину, что вы думаете об онлайн-курсах, что вы думаете об онлайн-обучении макияжа. Кстати, также хочу сказать, что мне очень понравилась цена, потому что есть блогеры, которые реально ставят дикую цену, естественно, за там, я не знаю, 100 евро я бы этот курс не купила, потому что я не знала, что там будет, а может там будет что-то слишком легкое, но я за 18-19 евро, которые я заплатила, я не то что рада, я просто на вершине блаженства, и главное, также у вас этот курс сохраняется на всю жизнь, и вы можете всегда пересмотреть, зайти в личный кабинет, переслушать, то есть это реально, это мне тоже очень нравится, потому что, например, многие бразильские курсы, которые я проходила, там курс только сохраняется, по-моему, 6 месяцев, ну, мне это не очень нравится, потому что, может быть, я через год опять захочу, там, не знаю, повторить туториал, я вообще люблю, как я же сказала, учиться, я всегда люблю смотреть туториалы, что-нибудь там повторять, изучать новое, я никогда не стою на достигнутом, я всегда совершенствую в своем искусстве. Так, друзья, я пыталась сказать пока-пока, у меня не получилось, в общем, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, пишите ваши комментарии, что вы думаете о услышанном, ребята, давайте не будем ругаться в комментариях насчет открытия, закрытия курса и все такое, и подписывайтесь на мой инстаграм, я оставлю ссылочку внизу, и увидимся совсем скоро в следующем видео, пока-пока!